Смотрите, какая у него броня офигенная. Слушайте, ладно, давайте. Я ради контента готов на всё. А я... Слушайте, у меня сейчас удочка на КБ-3. Я забыл вообще... И, в принципе, давайте вот этих двоих тоже скинем. Вот, знаете, я обожаю, когда на этой карте я нахожу удочку на КБ-3. Она тут реально очень вообще в тему. Ну, а сегодня я рекомендую вам канал Кинг Про. На этом канале красивое оформление, как вы видите. А самое главное, Кинг Про реально классно пвп хается. Мне даже самому понравилось. И, в принципе, по ссылочке в описании обязательно на него подпишитесь. Эх, ребята, ну всё, нужно стричься. Забираю эту Геру в армию. Ладно, нет, шучу. Сегодня я вам расскажу, что я думаю вообще об армии. Буду ли я вообще служить в армии. Много чего интересного я расскажу. Поэтому ролик досмотрите до конца. И поехали! Вам повестка. Ладно, нет, шучу. Никому не желаю получить никогда повестку. Но сегодня я вам расскажу, что же я думаю об армии. Да ладно, он мне скинул какую-то броню. Офигеть. Короче, сегодня я вам расскажу, что же я думаю об армии. Буду ли я вообще служить в армии. Буду ли я... Что будет вообще с моими волосами, если я буду служить в армии Поэтому ролик досмотрите до конца, мне кажется, что он получится интересным И, в принципе, я вам расскажу также такую историю, как меня один человек реально успокоил И я раньше очень сильно переживал вообще насчет армии, что же будет, если меня, к примеру, заберут в армию И один прекрасный человек реально успокоил меня в этом плане И если у вас есть какие-то переживания, то просто досмотрите этот ролик до конца И, в принципе, я думаю, что я вам помогу Вот, и, в принципе, началось все с того, что мне, получается, было где-то лет 7... Нет, не 7, лет 10-14, нет, даже 13 10-13 мне было лет И я почему-то стал очень сильно переживать вообще за армию Начал переживать, типа, а что вот будет, если меня заберут в армию, что же со мной будет И я начал задолбывать родителей, начал у них спрашивать то, что, типа, вот, пап, пап, а что же со мной будет, если меня заберут в армию И мне родители постоянно говорили то, что, сынок, ни в коем случае нельзя, чтобы тебя забрали в армию Армия это вообще очень страшно, и ни в коем случае не нужно тебе служить Ну, и я начал еще больше переживать И мне, знаете, с детства как-то сложилось в голове, что армия это какая-то как тюрьма, понимаете То есть, ну, это очень плохо то, что у меня такое сложилось с детства Кстати, у меня флоу маска, это круто Ну и потом, я вот, получается, реально где-то года 3 очень сильно переживал И только от мыслей про армию у меня начинались просто жестко трястись руки И я вообще не знал, что делать А потом познакомился с одним хорошим человеком С которым мы сейчас дружу И, в принципе, он мне рассказал то, что Ну, я ему рассказал свою проблему Рассказал то, что вот я очень сильно переживаю вообще за армию Что же мне делать Вообще, что будет, если меня заберут в армию И он мне сказал, типа, братан, у меня такая проблема была Я тоже переживал И он мне сказал то, что у него есть брат старший Который в армии служил, там, год или два, честно Я не знаю, сколько сейчас служит Вы просто посмотрите на этого человека Он просто сидит и был спамят Ладно, я на него даже не пожалею потратить два эндерперла Чтобы просто его вот так вот просто загасить И сейчас вам дорасскажу Поехали Ну и получается, я настолько переживал Что реально решил рассказать это своему другу И, получается, у него брат отслужил уже в армии И, понимаете, он назначил встречу То есть, чтобы мы все втроем встретились То есть, я, мой друг, его брат И обговорили вообще мою, так сказать, проблему Чтобы я стал меньше переживать И в данный момент я вообще не переживаю за армию И сейчас вам все дорасскажу Ну и, в общем-то, мы встретились, получается, с его братом Я объяснил свою проблему И, если честно, он с меня просто посмеялся Сказал то, что Чувак, ты чё, ты ещё нашёл, типа, чем переживать Это, получается, мне было лет Тринадцать Честно, уже точно не помню И он с меня посмеялся Сказал то, что, типа, ну, давай мы с тобой как бы поговорим И ты перестанешь за это Переживать Тупо меня, знаете, в дырку выкинули Ну и, получается, да, мы с ним встретились Всё, он, конечно, с меня немного посмеялся Что я за это так переживаю Потому что я ему сказал, что я уже, вот, два года переживаю Мне сказал то, что Ой, чувак, ты нашёл, типа, за что переживать И я начал у него спрашивать всякие различные вопросы Там, по типу, там, а сколько лет служит в армии Всякое такое Потому что на то время я думал то, что в армии служит лет пять Ну, серьёзно, не знаю почему И он мне сказал Я уже не помню То ли год, то ли два, честно Я уже забыл Потому что оно всегда празднуло То год служит, то два Оно меняется часто В данный момент, честно, я даже и не знаю Ну, и получается, мы с ним поговорили Я задавал очень много всяких вопросов Не думаю то, что они прямо интересные Ну, по крайней мере, я у него много чего поспрашивал И, знаете, у него была точка зрения такая И у меня такая же точка зрения Он мне объяснил то, что в нашей стране, к сожалению В армию берут просто людей, которые, как бы, готовы держать У которых есть возможность держать в руках оружие И это неправильно То есть, если человек не хочет идти в армию Его всё равно берут И он мне объяснил то, что... Ну, я про это уже давно знал Я считаю то, что да, это правильно То есть, в других странах В более таких нормальных, развитых странах В армию идут только люди, которые сами хотят идти в армию Там никого не заставляют служить И это правильно А у нас, к сожалению, забирают просто вот, как бы, ну Захотели того забрать, забирают его И, как бы, вот, всё То есть, со здоровьем всё нормально Идёшь в армию И, да, это, конечно, очень печально Но, ребят, я хочу сказать А, кстати, он мне там показал даже несколько видео То, что у них там в армии вообще не было грустно Наоборот, там было весело И, в принципе, всё нормально Но он мне объяснил то, что всё-таки армия Это потеря нескольких лет И это правда Я это понимаю Ни в коем случае я в армию не хочу То есть, в армии я не хочу служить Но просто я после этого разговора с ним Абсолютно перестал переживать За то, что меня там заберут в армию Что же со мной вообще будет То есть, если я до этого очень сильно переживал То... Да ладно Я его скинул Окей, хорошо То есть, да После этого с ним разговора Я вообще перестал про это переживать И я подумал то, что Ну, блин Если не буду служить Хорошо Окей Ну, не то, что сэкономлю А просто, как бы, нормально У меня Не пройдёт непонятно где Там год или два Вот Но потом подумал, типа Если заберут, то ничего страшного Я, как бы, стану сильнее И всё будет окей, да Но, да, опять же Всё-таки, прям Нет у меня такого желания Служить Но самое главное То, что я уже хотя бы не переживаю Вообще про это Абсолютно не переживаю Да, мои родители Как бы Так и остались В некоторых переживаниях про это То есть, иногда мне они говорят То, что Вот, что же будем делать с армией Там Но я вообще По этому поводу не парюсь Я для себя решил То, что всё Будет нормально И всё в жизни Идёт, как бы, к лучшему Надо быть оптимистом И, знаете, реально, ребят Я бы очень хотел Чтобы в нашей стране Была такая Что это было? Ладно, хорошо Короче, я бы очень хотел Чтобы в нашей стране Была такая система Как и в других странах Нормальных То, что Если человек хочет Идти в армию Он идёт Если не хочет То не идёт И, ребят Я никого Не призываю Там Отклоняться от армии Нет, ребят Если вы хотите Идти в армию Это нормально Как бы Это, ну, блин Это нормально Я знаю многих людей Которые реально Хотят служить в армии И это Чё? Его мой зомби скинул И мне килл засчитался Да, и мне килл засчитался О, боже Окей Ребят Ни в коем случае Не подумайте То, что я этим роликом Вас как-то отговариваю Служить в армии Нет, ребят Если вы Ну, если кто-то из вас Хочет служить в армии То это Это нормально Это вполне нормально Но Я просто хочу сказать То, что Многие люди Не хотят служить в армии То есть я, к примеру Я бы не хотел бы, честно Но Просто якобы Перестал переживать за это То есть меня всё равно Заберут меня в армию Не заберут Я бы не хотел бы Но если заберут Я не расстроюсь Но я бы просто Очень хотел Чтобы у нас было Так же, как и в других странах То есть человек Хочет служить Он идёт в армию И ему ещё и за это Платят большие деньги А у нас, к сожалению Забирают в армию Насильно И это Согласитесь Не хорошо И давайте Вот этого чела Вот так вот скинем И я Затащу вот эту катку Надеюсь, что Всё будет эпичненько И в принципе Давайте вот этих Двоих тоже скинем Вот, знаете Я обожаю Когда на этой карте Я нахожу удочку На КБ-3 Она тут реально Очень вообще в тему Так, главное Чтоб меня в спину не убили Какой-то там чувачок Какой-то типа опасный Да? Ага, ага Понятно, понятно Хорошо, ладно Я пока что жив Это уже хорошо Ну и да По поводу армии Если вдруг Когда-то Кто-то из вас Начнёт переживать За армию Вот там Начнёт кто-то переживать То, что Вот, что же будет И заберут в армию Вы просто вспомните Моё видео Вспомните то Что я переживал За армию Года два Или три Подряд И потом просто Успокоился И не просто Смирился А понял то Что здесь Ничего страшного нет Поэтому ни в коем случае Не переживайте Живите в радость Как бы И всё будет отлично Так Отлично Я думал Он меня скинет Но нет Блин Я даже не знаю Можно в принципе Потратить на него Эндерперл Но я немного Переживаю То, что он меня скинет Или я не знаю Каким-то образом Убьёт Блин Я даже и не знаю Что с ним делать Если честно Ну капец Смотрите Смотрите Какого он Смотрите Какого у него броня Офигенная Слушайте Ладно Давайте Я ради контента Готов на всё А я Слушайте У меня сейчас удочка На КБ3 Я забыл вообще Блин Я же мог такое Обыграть с этой удочкой Да Я Я дурачок Блин Ребят Точно нужно Не забывать Что у вас вообще Есть в инвентаре То есть Если бы я помнил То что у меня есть Удочка на КБ3 Я бы очень нормально Обыграл бы Там Тэпнулся Наверх Спрыгнул бы На него Не знаю Там Скинул бы Его нормально Потому что По-другому Я бы никак бы Не убил Потому что У него была Очень хорошая броня А у меня Толком даже По нож не было Но у меня была Удочка на КБ3 Честно Протупил я Конечно Но В принципе Зато Учусь на своих ошибках Вот Кстати У этого чела В неке 2008 Это значит Сколько ему лет 12 Да Ему 12 лет Эх Придется сейчас Убить 12-летнего Опа Он даже знает То что я сверху Ну В принципе Это было Очень сложно Окей Хорошо Ну и короче Ребят Спасибо всем За просмотр Данного видеоролика Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Напишите в комментариях Что вы вообще думаете Какое у вас мнение По поводу армии Там Собираетесь ли вы Служить или еще что-то И по поводу волос Кстати Я забыл сказать То что Волосы Блин Я думаю То что до того времени Даже если вдруг Меня не дай бог Заберут в армию Я до этого времени Еще прическу Свою раз пять Поменяю И у меня Мне кажется Будут и короче Волосы И я не думаю То что Самое страшное В армии То что вас там Стригут на лосы И то сейчас Кстати в армию На лосы не стригут Вот И в принципе Спасибо всем большое Ставьте лайки И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok